Здравствуйте, с вами снова Олег Павлюченко и вы на канале Айспик, альтернативная история Причерноморья и Кавказа. И эта часть нашего фильма Три полюса, два потопа будет посвящена падению второго спутника, который предположительно назывался Фата. Почему первым упала Леля, автором Фата я рассказывал в предыдущей части нашего фильма, но это пока гипотеза. Как было по-настоящему, мы будем еще, я думаю, долго исследовать, но результаты гипотезы я вам сейчас представляю. Об этом мы будем судить о последствиях. Как мы уже поняли, при первом потопе основным поражающим фактором при потопе 17-18 веков было цунами. И дожди, конечно же, шли, но они были вторичным фактором. Отсюда мы делаем вывод, что гидросфера, перетянутая землей от спутника Леля на себя и выпадавшая в виде дождей, еще если рассматривать законы физики до самого столкновения, была меньше, чем у того спутника, который мы называем Фатой, который упал в 19 веке, в средине 19 века. Здесь мы, конечно, близко очень подходим к реконструкции тех событий, что же было причиной потопа 19 века. И мы опять видим, что, скорее всего, были проливные дожди, изливание гидросферы Фаты на поверхность планеты, опять по тому же принципу. Но в 19 веке основным поражающим фактором катастрофы были именно ливни. Цунами не было. Отсюда вывод, что прецессионное движение земной оси в 17-18 веке вызвали упавшие в районе полюса обломки Лели, которые, как я уже говорил, перенесли грузик на гироскоп на самый его кончик и вызвали максимальную прецессию. А вот Фата упала в районе экватора, очень близко к центрам масс гироскопа под названием Земля. И таких прецессионных колебаний она не вызвала. Вернее, вызвала, но не сильных. И они не вызвали огромного цунами. Море, конечно, волновалось. Был какой-то большой шторм, может быть, даже превышающий бальность. Девятый вал, а там, может быть, было и двадцатый. Здесь немножко сноску сделаю. Что такое один балл волнения моря? Это высота волны в полметра. То есть, четыре балла — это двухметровая волна. Но это к сведению. Конечно же, прецессионное движение оси Земли происходило, но не такое, как в потоп 17-18 веков. И еще раз повторюсь, что вот отличие, что гидросферы Лели и Фаты или спутника, упавшего в первый потоп и спутника, упавшего во второй потоп, отличались. И во втором потопе гидросфера была больше. Но еще раз повторюсь, кто из них как назывался? Может быть, Фата упала первый, а Леля второй? Мы пока не знаем из-за того, что мы не знаем характеристики этих спутников. Вторым упавшим я признал Фату только по остатках в русском языке такого слова, как «фатально». И это именно слово появилось в русском языке в конце 19 века. Но дальше, видимо, объяснять не нужно. То есть, Фата фатально и обозначает оно на русском языке неотвратимо и губительно. Итак, перейдем к компьютерному экрану. И там я покажу механизм падения частей спутника Фата. Итак, найдем на планете следы падения кусков второго упавшего спутника Земли. Я думаю, что это Фата. Опять мы не можем точно сказать, насколько и какого размера части развалилась Фата перед падением. Но по реконструкциям многих исследователей и альтернативных историков, в частности Алексея Кунгурова, мы можем сказать, что это событие произошло в середине 19 века. Чем же характеризуется это событие или его можно назвать катастрофой? А характеризуется оно наносом слоев глины, как и при катастрофе 17-18 веков. И занесены были здания в городах всего мира. И эти здания были построены из красного кирпича, то есть после потопа 17-18 веков. Напомню, что в исследованиях мы сделали вывод, что до потопа 17-18 века строили в античном стиле из геометрически точных каменных блоков. Искусственными они были или естественными, это вопрос, но они имели очень правильную геометрическую форму и кладка из них была практически без швов. А вот после потопа 17-18 века, скорее всего, уровень строительных технологий упал. И подражая прежним допотопным архитекторам, в смысле допотопа 17-18 века, архитекторы послепотопной эпохи строили из красного кирпича и им же реставрировали разрушенные допотопные здания. Но архитектурно они действительно подражали и вы все это видите. А после второго потопа 19 века начали строить из железобетона, хотя применялось и в строительство из красного кирпича, но оно уже было не той архитектуры. И еще одной характеристикой второго потопа 19 века является наличие огромного количества этой самой глины, засыпавшей в первые этажи недавно построенных городов или отреставрированных городов. И откуда же взялась эта глина? Вот мы с вами видим количество этой глины, засыпавшей города и все вы с этими фотографиями достаточно хорошо знакомы. Где-то эти слои по 5 метров или как в Лубянке 6-7. Недавно откопанном здании на Лубянке в смысле. А вот такие были античные города. И такая вот была античная архитектура. Прямые застроенные кварталы, очень хорошая разбивка. Это мы видим вот на этом засыпанном разрушенном алжирском городе, на самом же городе Санкт-Петербурге. Я думаю это мы повторять не будем. Вот элементы конструкции той допотопной цивилизации все отделывалось красивым мрамором. А вот после потопа вот вам красный кирпич. Ну дома все же строились в подражании прошлом. Где-то они штукатурились под тот большой камень, из которого они строились до этого. Ну сами стены сложены из кирпича. Где-то архитекторы делали все это просто из красного кирпича, не покрывая даже штукатуркой. Зимний дворец. Ну я думаю вы это поняли. Так откуда же взялась эта глина? Конечно же большое количество пыли было поднято в атмосферу от ядерных взрывов Средины 19 века. И чем характеризуется ядерная бомбардировка как раз Средины 19 века мы тоже рассказывали. Это применение взрывов небольшой мощности, но в огромном количестве, как горохом сеяли. По словам же Алексея Кунгурова. А вот взрывы, происходящие от применения оружия массового поражения В 17-18 веке были наоборот очень мощными и оставили следы типа глаза Захары. И тогда же применялось какое-то зажигательное вооружение, которое мы знаем как библейская падающая сера. Или сера из описания Содома и Гаморы. Это мы все в наших фильмах конечно же рассказывали. И вот эти ядерные взрывы в 19 веке также затронули хранилища той кремниевой золы, которая осталась на нашей планете и была кем-то собрана и структурирована слоями. Дабы предотвратить ее попадание в атмосферу и пыльные бури. И по нашему мнению такие вот хранилища были как раз в Кавказских горах и других горах, которые имеют вот эту вот слоистую структуру. Это мы подробно рассказывали в нашем фильме «Пепел кремниевой эры». Но не только разрушенные породы из этих хранилищ превратились в пыль и попали в атмосферу нашей планеты. А в атмосферу попали еще мелкофракционные частицы от вновь упавшего спутника Фата. Также они попали в атмосферу, смешались со всей поднятой пылью, которая находилась на поверхности земли. То есть привнесенная пыль, как и в первом случае 17-18 веков падения лели, так и во втором, также поднялась в атмосферу. И именно вот этот слой, смоченный ливнями и засыпал вот эти вот все города, вот этой вот самой глиной. И слои ее, как я вам уже говорил, где-то от 3 или даже 2 метров до 10 метров, как в Тбилиси. Но вывод один. Вся эта пыль была осажена очень сильными ливнами, образовавшимися от разрушения упавшего на планету спутника. То есть перетяжкой ее гидросферы. Гидросферы Фаты. И опять, как в первом случае 17-18 веков, в районах падения крупных обломков тогда лели, территории засыпало песком. И он, как более тяжелый, не был разнесен ветрами. То есть немного поднялся в атмосферу и быстро осел. И сконцентрировались эти залежи песка в 17-18 веке, как раз таки в районе падения крупных кусков, которые мы с вами смотрели. В районе Северного полюса, Камчатки. И как раз Якутия, находящаяся под траекторией падения, туда был высыпан тоже песок. Вот мы и видим Якутскую Сахару. Вот тем песком от лели была засыпана Якутия. Но послепотопная цивилизация умудрилась засадить Сибирь и всю Якутию лесами. И было это на рубеже. И уровень технический этой цивилизации, оставшийся после цивилизации первого потопа, все-таки позволил высадить рядами леса на песке. Но это все-таки было после падения лели в 17-18 веке. А вот после падения Фаты в средине 19 века, так засадить пустыни, образовавшиеся от разнесенного песка от этого падения Фаты, уже не смогли. То есть уровень современной цивилизации на рубеже 19-20 веков с песком уже справиться не смог. И вот мы с вами видим огромное количество пустынь Северной Африки, Ближнего Востока, Китая. Вот она, пустыня Токламакан, прям волны песка. Растительность сама как-то потихоньку наступает. Но такого эффекта, как высадка лесов в Сибири, уже не получается. Вернее не эффекта, а так уже сделать не могут. Так где же сейчас у нас много песка, спросите вы. Откроем карты. А вот, вот этот песок весь. Это Северная Африка, Аравия, вот эти все территории. Вот они все территории. В Индии немножко, видимо, от падения песка защитили Гималай. И здесь осталась растительность. Но эта часть Гималайев, вернее Тибетских гор, тоже фактически безлюдная. Все эти территории Северной Африки, Ближнего Востока, были разбомбленными ударами применения оружия массового поражения во время первого удара. То есть, опять же, в 17-18 веках. После чего было вызвано и падение этой лели, и сам потоп. Об этом мы опять уже говорили. Потоп, как мы поняли, не дошел до вот этих мест, а излился вот в низины Средиземноморских, Черноморских, Каспийских озер. Он здесь остановился. И потому, до падения ФАТа, эти территории, в принципе, приходили в себя, хоть и были разбомблены. Большая часть городов, находящихся на побережьях этих озер, ушла под воду, так как уровень в них поднялся, они стали морями. Но так эти территории до середины 19 века не выглядели. На них уже начала произрастать растительность, и они начали заселяться. Зато в момент второй катастрофы все эти территории засыпало песком. Не вода, так песок. И все, что было на этих территориях, было погребено толстым слоем этого песка. Потому в Сахаре под песком и раскапывают пни деревьев и остатки жизнедеятельности людей. Вот так вот только восстанавливающаяся жизнь в этих регионах была опять прервана. А теперь к вопросу. Где же следы падения самой ФАТы или ее частей? И это падение должно быть недалеко от этих мест. То есть траектория примерно должна идти вот так. Нарисуем примерную траекторию. Примерно так. И сами скажите, где же вы видите этот след? Ну, долго томить не буду. Этот след, вот он. Я его уже показывал. Вот он. Пустыня Токламакан. И этот след имеет опять же характерный размер и форму. Опять в этой точке падающей по пологой траектории обломок большой ФАТы коснулся земли. Рытвина. Здесь он переносил все больше и больше веса. И вот она сама воронка. Я думаю, всем это понятно. А вот куда же полетел песок? То есть траектория была вот. А песок полетел везде, где мог полететь. И полетел он по направлению во все стороны. Представьте упавший мячик в песочницу. И складывается такое впечатление, что это табло Макфаты летел в облаке этого песка и других элементов, которые получились при взрыве этого спутника. Вот примерно как-то так. Конечно же эти части песка улетели и сюда. А здесь как раз Индия осталась зелененькой, потому что песок, видимо, не перелетел в Гималайю. Или перелетел по такой траектории он остановился, а по траектории повыше попал сюда. Все это очень физически хорошо видно. Изменим чуть-чуть масштаб. Куда же у нас крутится планета? Куда она вращается? Вращается она вот в этом направлении. И как раз таки это и объясняет такую дальность долета этого песка. То есть, представляете, что песок улетел аж сюда. Планета сама под него подъехала. Можно так сказать. Вот части. Вот части. Вот прилетевший Гималайю. Вот так засыпало Среднюю Азию. Какая же при этом была зона тектонической активности? Она опять же хорошо видна. Вот она зона тектонической активности. Но скорее всего она была еще больше. И как раз таки она затронула вот этот Байкальский регион. Как мы знаем из многих карт древних, ранее Байкал был совершенно другим. И выглядел он примерно вот так вот. Как на вот этих древних картах. вот он. Получается, что Байкала до середины 19 века в таком виде, как он сейчас практически не существовало. Кто-то скажет, что Байкал может быть вот этот вот примерно по такому же расположению. Но скорее всего нет. Либо Байкала не было совсем. и он образовался в тектоническом опять разрыве литосферы. Но это имеет сейчас особого значения не имеет. На всех этих картах Байкала в таком виде, как он существует сейчас не было. Я думаю, всем это понятно. Было какое-то озеро, похожее на Байкал, но скорее всего оно находилось в другом месте или было южнее. но даже если это был и Байкал, то он все-таки искривился. И остановимся мы на такой мысли. Пусть это Байкал, сейчас он имеет форму вот такую вот. Но о том, что в этом районе произошли огромные тектонические изменения, я думаю, спорить никто не будет. Он и сейчас является самым тектонически активным. где-то Байкал должен был быть здесь. Как бы не здесь. Потому что скорее всего вот эта вот местность так же как и вот эта вот каплевидная, как мы видим, тоже какой-то след падения или большого количества обломков. Либо чуть поменьше, чем вот этот вот, который излил песок. Но что-то вот так вот. Сейчас мы не будем разбирать сколько обломков еще было. Кому интересно, поищите их падение в Тихом океане. Далее по ходу я их не нашел. То есть это был или крайний обломок последний, остальные упали раньше. сейчас мы в этом разбираться не будем. Для нас главное то, что он сделал, какие последствия он нанес. Так же как и при первом ударе спутника в 17-18 веке, так же и во втором более легкие и мелкофракционные остатки стали пылью и поднялись в атмосферу. Но ливнями были прибиты к поверхности. Это мы уже говорили. Так образовалась глина засыпавшая первые этажи. Вот последствия этой глины. Почему же падение фаты не вызвало цунами, как падение лели? Вопрос здесь и сложный и простой. Но я на него отвечу таким образом. Траектория падения фаты очень близка к экваториальной зоне. А территория траектория падения лели проходила в экваториальных районах. здесь можем так подрисовать. Хотя нарисуем более правильно. Вот была орбита фаты. А вот была орбита лели. Примерно так. Вот полюс. Так вот орбита лели принесла груз вот в эти приполярные области. То есть груз распределился здесь. Рисую двумя цветами. Это геометрический центр масс нашей планеты. То есть удар пришелся на приполярные области. На самый кончик фактически вес распределился на самый кончик его оси. Далеко от этого центра масс. И вот получился рычаг. при этом прецессионное движение оси и было максимальным. прецессионное движение оси как мы раньше с вами говорили вот оно вот пошло прецессионное движение оси ось начала колебаться любые точки окружности. Представляете что произошло вообще? Пусть этот рисунок плохо это показывает но как могу так рисую на компьютере. я думаю все это поняли. То есть прецессионное движение было максимальным. Уберем и еще раз нарисуем орбиту Фаты. вот сюда были привнесены видимо веса они были близко к экваториальным областям вот ось земли то есть груз находился близко к центру масс и прецессия была небольшая и вот прецессия в первый раз при первом ударе лели в 18 17 веках вызвала мега цунами а в 19 веке движение мирового океана не было то есть массы воды мирового океана не прокрутились относительно литосферы так вот в первом случае как мы уже говорили опять уберу эту ситуацию на карте при первом потопе падение лели полюс перескочил из Гренландии куда-то вот сюда вот и это показывает величину прецессионного движения потому что полюс перескочил в точку на прецессионной окружности а второй раз при падении фаты полюс перескочил как мы с вами говорили куда-то вот сюда вот и это и есть современный полюс то есть прецессия вот этой вот точки полюса была меньше то есть полюс перескочил совершенно недалеко это у нас первый полюс это второй это третий первый полюс до потопа 17-18 веков второй полюс после потопа 17-18 веков до середины 19-го и третий полюс это установившийся в середине 19-го века современный северный полюс так что основным поражающим фактором потопа 19-го века исходя из этого всего не было мегацунами а были как раз таки проливные дожди вызванные притянутой гидросферой падающей фаты земля притянула эту гидросферу и как мы говорили про лелю где гидросфера была меньше гидросфера фаты притягиваясь начала изливаться на поверхность планеты земля из атмосферы куда она притягивалась еще до столкновения после столкновения конечно масса ее еще усиливались и какой был этот дождь при катастрофе 19-го века сказать очень сложно но шел он видимо очень долго и выпало много воды которая даже прибила всю эту пыль образовавшуюся от падений спутников теперь пойдем дальше как мы с вами видим на карте опять Европа среди русская равнина Турция вот эта вот область фактически до Урала от падения и засыпания песком практически не пострадала то есть на нее повлияла только вода от этих мегаливней Турция конечно чуть-чуть присыпана но незначительно по крайней мере здесь все начало расти хотя в Турции тоже очень много песка но люди выжили получается очень интересный вывод первый удар фаты вызвал потоп и дождь вернее первый удар лели в 17-18 веке вызвал потоп и дождь затопление водой а удар фаты вызвал песок и дождь затопление песком но это не смешно но вывод напрашивается сам собой при обоих этих катастрофах погибло огромное количество людей а вот зато опять бывший центр Тартарии вернее новый центр Тартарии который переместился как мы с вами разбирали из затопленных районов Охотского моря из районов нынешнего Восточно-Сибирского моря да и самой Гипербореи который тоже тогда же погибло в 17-18 веках новый центр Тартарии находился где-то в районе Байкала вот здесь вот и он попал как раз таки под этот сейсмический удар радиус вот отсюда до неузнаваемости изменилась весь ландшафт и как прежний центр Камбалу при падении Лели который провалился вместе с Тартаром и Могулом под землю или видимо был затоплен как мы сейчас видим и под землю особо не проваливался был как раз таки затоплен вот этот центр нынешний вернее не нынешний а до катастроф 19 века падения Фаты вот он реально и провалился под землю какого уровня там были землетрясения только представить себе можно кстати еще одним следом землетрясения изменивших само озеро Байкал и все что там было это является сама железная дорога Транссибирской магистрали так называемый Транссиб так вот до 20 века через Байкал который видимо появился позже чем дорога была паромная переправа то есть Байкал новый перерезал эту железную дорогу и по Байкалу стал ходить паром и только через несколько десятилетий там или несколько лет Байкал с юга обогнули новой веткой видимо очень долго ее строили сначала при открытии Транссиба через Байкал ходили паромы а зимой рельсы кидали по льду и это известный факт а мы знаем что Транссиб строился на развалинах бывшей дороги которую до него уже была что это были за города и что это был центр Тартарии который восстановилась во время межпотопами между 17 и 19 веками пока сказать трудно какие города здесь были мы практически не знаем но эта информация к размышлению если города такие как Магул Тартар и фактически сам центр Камбалу исследователи установили и мы понимаем что они находятся сейчас на дне восточно сибирского и охотского морей то вот этот центр еще никто не восстанавливал надо искать на картах обозначение что же было на территориях современной Монголии Читинской области Иркутской области Хабаровского края вот где-то он находился там да и самого там Приморья Владивостока и теперь как мы понимаем напрашивается вопрос почему при обоих падениях что Лели что Фаты были уничтожены центры самой Тартарии или вот этой мега державы так она называлась Русьяра или еще как-то по-другому мы пока не знаем но вот уничтоженный центр при падении Лели вот уничтоженный центр он там была уничтожена сама Гиперборея как я вам уже показывал в третьей части нашего фильма а вот после падения Фаты был уничтожен вот здесь вновь образованный центр или вновь образовавшийся центр и из этого центра восстанавливалась жизнь во всей Тартарии ну которая существовала уже до Поволжья примерные границы понятно так вот специально или случайно были разрушены центры именно центр Тартарии это вопрос к размышлению а технологический уровень упавший свидетельствует о том что и сейчас на всей территории Северной Африки Ближнего Востока и простираются пустыне засыпанным песком песком появившимся от падения Фаты в середине 19 века а под песками погребена восстанавливающаяся после катастрофы 17-18 веков цивилизация людей ну или часть цивилизации которая восстанавливалась в этих местах я думаю я понятно все разложил но уже как мог тяжело это все рассказывать это достаточно новая и объемная информация так что извиняться за тавтологии по марке не буду ибо сами подумайте и попробуйте все это рассказать кто меня будет критиковать в комментариях в дальнейшем возьмите и сами попробуйте все это рассказать и найти по крайней мере в этих фильмах я выдвинул гипотезу которая в принципе еще не кем не освещалась и районы падений частей фаты и лели я нашел фактически сам ваше дело с этим соглашаться или нет но я думаю что я достаточно все разложил по полочкам что за чем происходило и обратите внимание опять на леса видите эту территорию которая засыпана была песком при падении лели она сейчас вся зеленая и леса эти были засажены в начале 19 века либо в конце 18 то есть лет за 30 или 50 до падения фаты до второго потопа до второй катастрофы и эта цивилизация смогла все высадить восстановить леса на тех же пустынях таких же которые сейчас фактически остались от падения фаты в Северной Африке и сейчас никто не может справиться с этой пустыней а цивилизация существовавшая в межпотопе так называемая между 18 и 19 веками смогла это сделать и как раз таки возраст деревьев которыми засажена Сибирь показывает то что они не засаживались в конце 19 века после катастрофы с фатой а они засаживались как раз таки перед ней отнимите от 2017 200 лет и вы получите 1817 а по нашей реконструкции или по реконструкции опять же Алексея Кунгурова падение фаты и вторая катастрофа второй потоп произошел в 1841 году то есть эти территории засажены до 1841 года почему они засаживались так долго ведь первая катастрофа произошла по нашей реконструкции примерно в 1700 году видимо 100 лет только восстанавливали инфраструктуру и подготавливали все это под засадку кроме того они еще черноземы сюда засыпали заново смытые волнами потопа черноземы Краснодарского края скорее всего тоже плод технологий межпотопной цивилизации а вот с падения фаты прошло уже 150 лет то есть со средины 19 века до нашего времени и никто эти пустыни победить не смог вот и думайте но все-таки точную датировку событий 19 века его середины вот этой катастрофы нужно искать в исторических источниках именно Дальнего Востока Индии Китая а вот в европейских источниках это уже наглухо затерто и это событие как мы знаем хронология не менялась но оно фактически вычеркнуто и заменено на другие то есть что происходило между 1840 и 1860 годами мы сейчас толком не знаем это событие просто заменено в европейской истории а вот события 18 века и хронологически растерты почему потому что Миллер Шлёцер и Байер у нас работали с времен Екатерины с конца 18 века и хронология после них ими была фактически перевернута но после работы Миллера Шлёцера и Байера по моему мнению с момента Екатерины хронология является реальной в общем что происходило после падения афаты мы с вами разобрались опять же земная ось прецессировала не сильно вернее немного радиус прецессионных окружностей описываемый ею был не такой как в случае падения лели потому точка северного полюса переместилась на поверхности планеты достаточно близко от предыдущей и угол наклона планеты достиг 23 градусов 30 минут и я думал что прежний наклон после падения лели был где-то половина от 23 градусов но теперь понимаю что он был гораздо больше и составлял в районе 20 градусов то есть тогда в 18 веке основной уклон плоскости эклиптики земной оси произошел здесь в 19 веке он только добавился на 3-4 градуса итак рассмотрев эту тему я думаю мы еще приблизились к разгадке механизма потопа 19 века и здесь я вспомню Алексея Кунгурова он первым установил что были огромные ливни при потопе 19 века которые и являлись поражающим фактором и от него погибла большая часть населения но он это объяснял падением водно-порового купола планеты но почему водно-паровой купол не упал в 17-18 веках может быть конечно он и был этот водно-паровой купол но пока о нем относительных свидетельств нету только предположение что он вообще когда-то был то что давление было выше на планете мы все это прекрасно уже знаем но насчет водно-парового купола вопрос пока спорный а вот перетягивание гидросферы с падающего спутника я думаю объясняет этот момент и гидросферы было не так уж и много она всего лишь стала лишней водой на планете земля и опять мы это прекрасно видим по городу Санкт-Петербургу почему потому что город Санкт-Петербург мы знаем что построен еще до потопа 17-18 веков построен он на уровне Балтийского моря который который и сейчас является точкой отчета уровня мирового океана и по Питеру мы прекрасно видим что реально он строился с учетом обреза воды на 1-2 метра ниже чем он находится сейчас по вот этой неправильной конфигурации мостов мойки и фонтанки которая слишком низко находится к обрежу сегодняшнего уровня воды но здесь очень сложный момент конечно привнесенная в первый и во второй потоп лишняя вода на землю это гидросферы или ифаты они первично вызвали поднятие уровня мирового океана ну метров на 20 поэтому Питер и стоял после первого потопа затопленный как раз таки на высоту своих зданий и здания видимо их крыши виднелись из-под воды финского залива но постепенно из-за несколько десятилетий из-за изменения климата наросли полярные шапки которым не 3 миллиона лет как говорят а гораздо меньше и они немножко воду собрали на себя и потому Питер все-таки вышел из-под воды а представьте сколько городов при Черноморье и Средиземноморье так из-под нее и не вышли ну там уровень воды поднялся на 100-200 метров конечно же и вот мне задавали вопрос про Венецию вот остатки сегодняшней Венеции они реально остатки это просто вышестоящий пригород того города который сейчас лежит там в лагуне затопленной ну соответственно вода быстрее разлагает связующие между каменной кладкой и там дома рассыпаны все то же самое как в тех черноморских затопленных городах типа Акры в районе Керченского пролива так что вывод на сегодняшний момент из привнесенных лели и фатой гидросфер то есть лишней воды на поверхность земли реально уровень мирового океана сейчас выше на метр или два по сравнению с прошлым но вся вода скопилась лишняя в полярных шапках если бы полярные шапки не образовались то уровень воды от этих принесенных гидросфер не превышал бы сейчас 20 метров в принципе как и говорят сегодняшние ученые что если полярные шапки все таки растают то уровень воды поднимется от 20 до 50 метров и спорят они по этому значению или 20 или 50 то есть все гидросферы и лели и фаты они были не такими как гидросфера земли они были достаточно небольшими то есть если взять небольшой спутник или лели или фату и ставить на ней океаны или можно сказать моря то эта вода распределенная по этим спутникам из-за их малости будет равна примерно в воде которая находится в средиземном море но все-таки уровень мирового океана они приподняли и скорее всего при потеплении климата при восстановлении климата этот уровень мирового океана действительно будет подниматься дальше если действительно растают все ледяные шапки на полюсах Генландия то уровень мирового океана поднимется метров на 20 но это будет теперь уже постепенно по мере восстановления и потепления климата потому что самый холодный климат конечно же пришелся на конец 19 начало 20 веков а вот до этого было конечно же гораздо теплее и это мы видим по одеждам петровских солдат которые вообще фактически зимних одежд не имели а вся их форма была типа бушлата морского во флоте есть несколько форм одежды первая форма 1 форма 2 форма 3 форма 3 там бушлат а форма 4 там шинель уже на более морозная так получается в январе месяце перед потопом 19 века но уже после потопа 17 18 веков люди все-таки уже вынуждены были одеваться в бушлаты климат показывается был все-таки теплее а вот до потопа 17 18 веков посмотрите на памятник Петру Первому он там в сандалиях и в тунике в городе Санкт-Петербурге или бывшем Петрополисе по мнению Алексея Кунгурова этот город раньше так назывался Петрополь я в принципе с ним согласен хотя доказательств особых нету нет ни карт а те которые есть там почему-то этого названия нету а вот по старым питерским названиям так вот медный всадник у которого изменена голова и раньше на нем было написано как многие уже видели Октавиан Август а где-то было написано почему-то Александр но смысл в том что он находится в тунике и в сандалиях и те двое римских полководцев у которых обрезаны копья превращенные в свитки стоящие у Казанского собора опять же в римских туниках но почему-то с приделанными погонами царской армии вот они тоже жили при теплом климате и памятники им ставили с натуры когда было еще тепло но еще раз вернемся к следам которые оставила Фата при своем падении и как мы видим этот след как раз попал в район Тибета и там пропахал все горы а вообще это было раньше видимо цельное на горе вызвал огромную тектоническую активность и вот второй центр Тартарии который существовал в межпотопное время после падения затопления районов Камбалу Магула и Тартара находился все-таки по моему мнению где-то в районе Алтая Забайкалья современной Монголии и Манчжурии вот где-то здесь он и был этот центр и какие-то его города конечно существовали в районе Тобольска может быть в районе Омска но центр был там и там кстати долина царей и это третья долина царей которую я узнал первая долина царей которую мы знаем в Египте в Луксоре и пирамиды там недалеко правда в 600 километрах от нее но все-таки это в Египте вторую долину я увидел давно еще на картах в районе города Каракаран на картах вот этого вот ушедшего под воду Восточно-Сибирского моря района так называемая Монголия с городом Тартар и Монгол там стояли пирамиды и недавно я посмотрел фильм Алексея Кунгурова где он был в такой же долине царей которая находится на Алтае так вот почему-то все спутники или их части попали как раз таки в районы центра этой державы Руси Яра или Тартария и это и есть информация к размышлению в принципе и также еще замечу что явный след падения Фаты мы видим только один и отсюда я все-таки сделаю вывод что Фата была разрушена практически сильнее чем падающая Леля и разрушена она была настолько сильно что большая часть ее литосферы превратилась в тот песок который засыпал Сахару и Ближний Восток часть Африки в районе Мозамбика или Эфиопии фактически территории Ирана Афганистана в Средней Азии но это я показал раньше и этот песок в среднем 19 века как я уже говорил накрыл те территории которые раньше были до потопа 17-18 веков самые густо заселенные на западе Евразии ну и в центральной Евразии и в жизнь которых только начала восстанавливаться после событий 17-18 веков но тут их засыпало песком вот почему в Сахаре под песком и находят пни деревьев либо целую древесину и глаз Сахары скорее всего он образован на почвах под слоем песка и это песок просто своими контурами повторяет то что находится под слоем вот этого выпавшего песка а слой песка там в некоторых местах до 10 метров но в основном где-то в районе 5 и опять обращу внимание на уровень межпотопной цивилизации которая существовала после потопа 17-18 веков до потопа 19 века которая смогла засадить такие же пески в районе Якутии и Восточной Сибири которые выпали от падения спутника Леля скорее всего они долго восстанавливали эту территорию но высадка деревьев началась в начале 19 века судя по их возрасту 200 лет то есть началось это в районе 1810-1820 годов высадка этой сибирской тайги и нисколько не после катастрофы 19 века есть конечно деревья которые по 100 по 150 лет но основная тайга все-таки 200 летняя и высаживали ее перед второй катастрофой и еще замечу что вторая катастрофа падение Фаты вот этот район Тибета пустыни Токламакан как вы видите по карте не сильно затронуло Европу и Московию ну фактически даже Урал и все остальное на восток она уничтожила вот эти все территории от Китая до Сахары что тогда творилось в Европе в принципе по описанию Байрона очень хорошо понятно что они закрылись в доме и сидели там несколько месяцев не выходя был правда голод но вот люди пособирались позакрывались у себя в домах и пережидали ливни и пыльную бурю потому что уровень поднятой пыли перемещался по атмосфере нашей планеты даже в моменты вот этих дождей дождь ее не сильно мог победить но потому она и распространилась по всей поверхности земли и выпала вот этими слоями глины которые все-таки дожди все-таки смочили и перемешав с поднятой пылью от удара с самой поверхности земли и пылью поднятой от ядерных взрывов которые ей предшествовали и с пылью поднятой с поверхности самой земли непривнесенная которая здесь находилась от ядерных взрывов и от падения самого спутника, поднятая местная пыль, смешалась с привнесенной фатой, и вот она и выпала, как я уже говорил, в виде вот этой глины, смоченной водой по поверхности всего мира, и засыпала первые этажи городов из красного кирпича, зданий вернее, из красного кирпича, которые строили в межпотопный период, подражая тем зданиям, которые были до первого потопа, и были они из камня. Кто там не опять будет говорить, что это были не Леля и Нефата, это были кометы или другие небесные тела, но, извините, я предположу, что комета перед ударом могла тоже рассыпаться на несколько частей и упасть по траектории, как упали части Лели друг за другом от Гудзонового залива до Камчатки. Это может быть, но пока наша реконструкция дает все-таки результат, который я озвучил. Я еще раз повторяю, я провел аналитику всех событий, которые происходили в те моменты времени, и поднял очень много информации по этому вопросу. Так что, кто будет писать комментарии опять со ссылками, сразу предупреждаю, что практически все из того, что вы мне присылаете, я уже читал. Но все-таки присылайте, пусть будет. Может, я все-таки чего-то не заметил. И читал я недавние статьи одного из авторов, который приводил 1687 год, 15 июля, как момент погружения в Тартары-Тартара с моголом. Но это мистическая версия. Мы пока стоим на стороне материализма, и все наши версии происходят из ранних исследований. Конечно же, может быть, там были и порталы, может быть, действительно управляли Тартарией или Русью Яра более высокоразвитые асы. На это, кстати, очень похоже, что действительно самим центром управлял кто-то более могущественный и высокий, чем те цари, которые управляли губерниями этой мегаимперии в Европе, в Америке, в той же Московии. И еще про растительный мир. Я уже об этом говорил, что вот эти самые палеоэндемики, растения и животные, которые сейчас ими называются палеоэндемиками, которые якобы сохранились из древних допотопных времен в определенных местах нашей планеты. И мы их очень много знаем. Это кавказские зубры, это тисосамшитовые рощи, это те же самые кенгуру, тканосы. Так вот, они все и есть реальными представителями той флоры и фауны, которая была до потопа 17-18 веков. И вся эта флора и фауна имела коренные отличия от нынешней. Она не была рассчитана на смену зимы и лета, вся она была теплолюбивая практически. Сейчас она как-то где-то приспособилась жить в определенных условиях, где есть какой-то микроклимат или замкнутость территорий. Но встает вопрос, опять с двумя ответами, как появилась сегодняшняя флора и фауна. И опять ответа, как я уже говорил, два. Либо она была искусственно выведена, были искусственно выведены нынешние сосны, березы, которые только растут на гарях. Были выведены современные коровы. Посмотрите на корову и на зубра, разница большая, в основном в шерсти. Ну погибли соответственно мамонты, которые не смогли выжить. Хотя может быть где-то они и существуют, и тоже являются палеоэнденниками. Вторая конечно же версия, это естественное образование этих видов, нынешних животных и растений. Но слишком очень маленький срок для эволюции и изменения видов действительно. И сейчас мы это хорошо видим по генной инженерии. В 80-е годы урожайность на полях Краснодарского края была 30-40 центнеров с гектара. И это считалось очень хорошо. Для этого работали огромные научно-исследовательские институты, был семенной запас, семенной фонд, которого сейчас кстати нет. А сейчас просто берут посевной материал импортный ГМО и урожаи поднялись до 100-120 центнеров с гектара. То есть рентабельность сельского хозяйства намного повысилась. Так вот эти ГМО семена и сами ГМО культуры появились буквально 30-40 лет назад в лабораториях каких-то на западе. Так что удивительного в изменении флоры и фауны ничего нет. Только причины изменения. Но опять, как я уже вам говорил, без следов человека ничего не происходит. И к этому относятся и районы падений кусков упавших обоих спутников. И еще один вопрос, который будут мне сейчас писать или уже начали писать о других следах упавших более массивных частей на Землю в районе Филиппин, в районе Магелланового пролива между Южной Америкой и Антарктидой. У меня возникло предположение, что любая цивилизация на планете Земля после того, как построят первую станцию орбитальную Союз или потом МИР или МКС, почему-то хочет станцию построить гораздо больше. И, скорее всего, та цивилизация, которая погибла 13 тысяч лет назад, имела, может быть, те же три спутника, которые опять же на нее упали. Но это слишком фантастично. Но следы-то от них и есть, от падения более крупных тел, чем те, которые мы исследовали в районах Гудзонова, залива и Охотского моря. Почему бы не быть этому? И действительно, космическая цивилизация должна иметь какую-то площадку за пределами планеты, откуда летать в дальний космос. Может быть, те же Лелиафата и Месяц были и у той цивилизации, которая погибла 13 тысяч лет назад. Но это совсем другая история. И, скорее всего, она тоже похожа на ту историю, которая произошла в 17-18 веках и позже в 19-м. Но это пока предположение и гипотеза. И еще одно замечание. Работая над этими фильмами, я все-таки наблюдал за нынешней Луной. И до сих пор у меня нет четко сформулированного представления о том, что же случилось с ее гидросферой и атмосферой. А то, что она была, в принципе, вероятность очень высока. Если на более мелких спутниках Лели и Фати была и гидросфера, и атмосфера, то, скорее всего, она была и на месяц. Потому что месяц был намного больше, чем они. И как бы есть. Похож он, конечно же, тоже на искусственный, как, наверное, была и сама Леля и Фата. И тоже по тому же принципу. Ну, в общем, это развитие МКС. Все эти три спутника, как я уже говорил. Она действительно является искусственной по всей математике, которую уже не раз все рассказывали, что она действительно закрывает Солнце полностью в момент затмения. Это вероятность одна из миллиона, что эта природа могла так сделать. И сама Луна полая. Может быть, оно все так и есть. И, скорее всего, оно так и есть. И механизм, который в ней включается при сближениях, суперлуниях, то есть перигеях ее орбиты, и она опять уходит на апогеи, он действительно имеет ту же природу, что коррекционный двигатель МКС. Но это опять пока предположение. Но все-таки остается вопрос. Когда Луна потеряла свою атмосферу и гидросферу? В момент катастрофы 17-18 веков или в момент катастрофы 19 века? Этот вопрос надо исследовать. Так что, у кого есть какие-то предположения, на этот счет присылайте, будем рассматривать. До свидания. Подписывайтесь на наш канал «Альтернативная история при Черноморье и Кавказе» «Айспик». Оставляйте комментарии, ставьте лайки. В следующей части этого фильма «Три полюса, два потопа» мы будем рассматривать центральные территории Тартарии и последствия для них от обоих поражающих факторов первого и второго потопа.